Вкат Мерзиёев в преддверии Дня защитников Родины посетил Академию Вооруженных Сил. Здесь же под его председательством состоялось расширенное заседание Совета Безопасности, посвященное вопросам дальнейшего развития и реформирования национальной армии. Как не раз отмечал глава государства в нынешнее непростое время, одной из приоритетных задач остаётся повышение боеспособности вооружённых сил, укрепление их материально-технической базы, обеспечение современным вооружением, улучшение физической и духовно-интеллектуальной подготовки военнослужащих, усиление их социальной защиты. И в этом направлении по инициативе Верховного Главнокомандующего вооружёнными силами ведётся системная работа. Принята новая оборонная доктрина, отражающая твёрдую позицию нашего государства в военно-политических вопросах. В результате проводимых кардинальных реформ национальная армия становится мобильной, компактной и мощной, способной достойно отразить любую угрозу. В данном процессе чрезвычайно важное значение имеют повышение профессиональных знаний и навыков, интеллектуальная и психологическая подготовка, усиление духа патриотизма военнослужащих. В этом плане особые задачи поставлены перед высшими военными образователями учреждениями. Напомним, в январе 2017 года глава государства поручил организовать на базе Ташкентского высшего общевойскового командного училища абсолютно новое учебное заведение. Вскоре было принято соответствующее постановление президента, и училище было преобразовано в Академию вооружённых сил, вобравшую в себя самые передовые технологии и современные средства обучения. В январе 2018 года Верховный главнокомандующий ознакомился с деятельностью новой Академии. Сегодня условия содержания учебного процесса в Академии кардинально изменились. Аудитории оснащены современной компьютерной техникой, учебно-лабораторным оборудованием действуют, в ситуационный центр применяются тренажёры. В прошлом году модернизация Академии была продолжена, возведены новые объекты, созданы дополнительные возможности для учебной и боевой подготовки курсантов, занятий ими спортом. При Академии образован научно-методический совет, координирующий учебные и научные процессы во всех высших и средних специальных военных учебных заведениях страны. Сегодня глава государства ознакомился с результатами работы по совершенствованию деятельности данного учебного заведения и введёнными в эксплуатацию новыми современными объектами образовательной инфраструктуры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так посетил президент обновлённый учебный корпус, где расположены кафедры технического обеспечения Академии вооружённых сил, предназначенные для обучения курсантов устройству эксплуатации и вождению автомобильной и бронетанковой техники, состоящей на вооружении национальной армии. На первом этаже размещен тренажёрный комплекс, предназначенный для практического обучения курсантов. На втором – аудитории для проведения теоретических занятий. На третьем этаже – кафедра материального обеспечения. Одновременно в новом корпусе могут обучаться свыше 20 учебных групп. Руководителю страны представили возможности комплекса динамических компьютерных тренажёров основных образцов военной техники, информацию о рационализаторских и инновационных разработках курсантов Академии. В военном образовании, как и в других сферах, мы должны всегда идти в ногу со временем и даже быть на шаг вперёд. Наши курсанты и слушатели должны приобретать самые передовые инновационные знания и навыки, отметил президент Шавкат Мерзиёев. Руководитель страны поздравил курсантов со знаменательным событием в жизни нашей страны. 28-летием образования вооружённых сил Республики Узбекистан и Днём Защитников Родины. Он детально ознакомился с условиями в учебных и жилых помещениях. Сегодня под непосредственным руководством главы нашего государства, Верховного главнокомандующего, Академия вооружённых сил приобрела новый современный облик. Благодаря личной инициативе президента учебно-материальная база и инфраструктура Академии полностью переосочнена и переоборудована. Сегодня мы имеем современные учебные аудитории, современные учебные классы, которые оборудованы тренажёрами, всеми необходимыми техническими средствами. Это даёт нам возможность на высоком уровне готовить наших курсантов и осуществлять подготовку наших офицеров. Как не раз отмечал глава нашего государства, очень важно теоретическую часть обучения связывать с войсковой практикой. Курсанты старших курсов ежегодно в течение нескольких недель проводят войсковую практику в войсках. В целях повышения качества подготовки офицерских кадров и повышения научно-педагогического потенциала преподавателей по поручению главы нашего государства отдельно вниманием уделяется вопросам взаимодействия Академии с ведущими учебными заведениями нашей страны, а также ведущих зарубежных государств. Сегодня глава нашего государства в ходе посещения Академии вооружённых сил поставил ряд важных стратегических задач перед Академией по подготовке военных кадров для вооружённых сил. Отдельно вниманием уделил вопросам внедрения современных технических средств обучения, а также инновационных методов обучения в образовательный процесс. Все эти целевые ориентиры в дальнейшем будут реализованы профессиональным преподавательным составом Академии. Спорт – гарант боевой подготовки и духовного развития. В Академии Вооруженных сил Узбекистана курсанты занимаются многими видами спорта, в том числе и водными. Знакомясь с созданными условиями в Академии, президент осмотрел и заново отстроенный плавательный бассейн, расположенный на данной территории. В здании на площади почти в 900 квадратных метров есть все современные условия для подготовки курсантов. Температура в этом просторном бассейне в зимние дни составляет 27 градусов по Цельсию. Одновременно здесь могут тренироваться до 20 курсантов. Знакомясь с объектом, глава государства особо остановился на роли водных видов спорта, их пользе для здоровья человека, в частности, значимости в физическом воспитании военных. Президенту были представлены сложные военные учения, проводимые здесь плаванием с вооружением и боевым оружием, которые включены в программу подготовки курсантов. Смелость и выносливость. Военно-тактические учения, демонстрирующие эти два качества, требуют от юных курсантов будущих военнослужащих также силы и храбрости. Это можно увидеть в этих практических упражнениях, которые адаптированы к теории. По предмету физической культуры в Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан проводятся занятия по шести направлениям. Одним из них является военно-практическое плавание. Общая площадь плавательного комплекса составляет 880 квадратных метров. Здесь организованы дополнительные курсы для курсантов. Осматривая практическую работу, проделанную ответственными лицами Академии, президент также обратил внимание на военную технику, которая поможет курсантам улучшить свои навыки и повысить квалификацию. Руководитель страны также подчеркнул важность значения бронетехники, которая поможет на практике курсантам ориентироваться быстрее и эффективнее. В этот же день в Академии Вооруженных сил под председательством президента Республики Узбекистан Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами состоялось расширенное заседание Совета Безопасности, посвященное вопросам дальнейшего развития и реформирования национальной армии. В мероприятии приняли участие члены Совета Безопасности, руководящий состав Вооруженных сил, министерств и ведомств, а также посредством видеоконференц-связи главы регионов, командования военных округов и воинских частей, представителей общественных организаций. Представлена информация о работе в серии укрепления обороноспособности страны. На заседании подведены итоги ширкомасштабной работы по развитию вооруженных сил, дана критическая оценка деятельности министерств и ведомств, а также органов государственной власти на местах, задействованных в реализации задач развития и реформирования национальной армии. Президент отметил, что в основе стратегии действий развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, наряду с другими сферами жизнедеятельности страны, проведены масштабные преобразования и в области военного строительства. Тем самым, за столь короткий период времени удалось добиться конкретных результатов и выработать стратегическое видение облика наших вооруженных сил. Особо подчеркнуто, что в современных условиях противостояние в информационном пространстве, усиление борьбы за умы и сердца, особенно молодого поколения, значительно возрастает роль и место военно-патриотического воспитания. Даны дополнительные поручения о совершенствовании системы военно-патриотического воспитания населения и, в первую очередь, молодежи, вовлечению в процесс осуществляемых в стране реформ, реализации интеллектуального и творческого потенциала. Армия в материальном отношении может быть обеспечена всем самым современным и необходимым. Однако слабая моральная составляющая, отсутствие боевого духа, преданности, чувство любви к родине, ответственности за ее судьбу, безразличия могут привести к необратимым последствиям, отметил глава государства. Кроме того, были рассмотрены и другие важные направления реформирования и развития вооруженных сил. По итогам заседания президентом Республики Узбекистан, верховным, главнокомандующим вооруженными силами, даны рекомендации и поставлены конкретные задачи перед должностными лицами по организации дальнейшей работы в области укрепления обороноспособности страны.